Кто за то, что данные дополнительные вопросы были включены? Я знаю. В подъездку дня. Значит, вопрос первый. Об утверждении авторинвентаризации и списка объектов недвижимого имущества, играющихся собственностью военного публичного управления муниципи АВЛС и относящихся к публичной сфере муниципи. Кто за? Против. Поддержавшимся. Один. Следующий вопрос. Об утверждении соглашения о сотрудничестве с общественной ассоциацией национальный центр по предотвращению насилия на письме. Кто за? Против. Поддержавшимся. Один. Один. Об утверждении прекращения полномочий господина Бабилия Амедовича и отмене некоторых решений Совета муниципи АВЛС. Кто за то, что данные вопросы были включены? Поддержавшимся. Против. Поддержавшимся. Один. Один. Следующий вопрос. Об избрании господина Шмурского Геннадия Леонидовича на должность заместителя примара муниципи АВЛС по вопросам финансов и экономики, торговли, общественного питания и оказания услуг населению, государственных закупок и внешних экономических связей. Кто за то, что данные вопросы были включены? Кто за то, что данный вопрос был включен в повеску дня? Против. Один. Поддержавшимся. Трое. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Об избрании господина Григоришина Николая Николаевича на должность заместителя примара муниципи АВЛС по вопросам управления муниципальной собственностью, земельными отношениями, архитектурным и строительством, архитектурным и коммунальным хозяйством. Кто за то, что данный вопрос был включен в повеску дня? Против. Один. Поддержавшимся. Трое. Спасибо. Следующий вопрос. Об утверждении текста обращения в арте парламента и правительства Республики Молдова о содействии в решении вопроса санитарно-очистки муниципи АВЛС. Кто за? Против. Поддержавшимся. Единогласно. Предлагаю проголосовать за повеску дня в целом. Кто за то, что данная повеска дня в целом была утверждена? Прошу проголосовать. Против. Поддержавшимся. Двое. Спасибо. Уважаемые советники, предлагается ли укрепление? Да. Там Кирилл Мишчинова дала вопрос о монетинге санитарно-очистки муниципидации фонда социальной разрешения. Ага, до предложения. Вы наносите на голосование предложение, если учителя совета, то, чтобы поменять листами вопросы повески дня. Вопрос номер 8, мы будем рассматривать под номером 2. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против. Поддержавшимся. Единогласно. Голосуем за повеску дня в целом. Кто за повеску дня в целом, прошу голосовать. Против. Поддержавшимся. Один. Спасибо. Уважаемые советники, предлагатели утверждения о следующем революте заседании. Для доклада по вопросу повески дня в целом, трех минут, для обсуждения до двух минут, для этой в целом, на минуту. Следующим, предлагается выступать не более одного раза по одному и тому же вопросу. Если нет других предложений, замечаний, прошу проголосовать за данный рекламный. Кто за? Против. Поддержавшись. Единогласно. Уважаемые коллеги, в соответствии с статьей 20, частью 1, законно-охранительственного публичного управления, необходимо назначить от того, что советника, присутствующего на заседании, подписать решение совета, в случае, если председатель исключения, не сможет их подписать. Предлагаю кандидатуру советника Бала Сергея. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Против. Поддержавшись. Один. Спасибо. Предлагается для осмотрения первого вопроса в повестке дня. Установление центральной избирательной комиссии. Уважаемые советники, 30 января 2018 года было принято решение центральной избирательной комиссии в связи с предоставлением заявления о демиссии советников, понятия мандата советника Веселовская-Татьяна и Гитсу-Гладимир по спискам. Гула-Гладимир, прошу прощения, по спискам нашей партии. В муниципальном совете было принято решение, что данные мандаты были вручены Банбет Ольге и Чельковской Гогине, которые являются дополнительными советниками по списку нашей партии. Также данные советники должны будут в 30-дневный срок представить заявление, если они находятся в какой-то функции и должности, несовместимой с функцией местного выборного лица. И по процедуре мы сегодня не мучим удостоверение. Спасибо, Елена Мельчевна. Уважаемые советники, получатели мандатов своих благожданных, прошу вас. Спасибо, Елена Мельчевна. Спасибо, Елена Мельчевна. Заключение специализированных комиссий. Заключение комиссии по образованию также положительное с одним предложением. Дать поручение исполняющим обязанностей примарок, готовить письмо с указанием вакансных должностей примарии и направить исполнительному директору, ликвидируемого фонда социальной поддержки. Комиссия по образованию. Спасибо. Вопросы советников? Вопросов нет. Голосуем за проект решения как основу. Кто за данный проект? Прошу голосовать. Вопросов нет. Против. Поддержавшийся. Письмо один. Выносится на голосование предложение финансовой комиссии о безумении. Ликвидатора фамилии и ликвидатора. Кто за данное изменение? Прошу голосовать. Против. Поддержавшийся. Один. Выносится на голосование предложение комиссии по образованию о том, чтобы направить письмо. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Против. Поддержавшийся. Один. Голосуем за проект решения в целом. Кто за данный проект? Прошу голосовать. Против. Поддержавшийся. Один. Спасибо. Следующий вопрос. Отнесение к мнению решения Совета Муниципальной Аплосы номер 6-2 от 2 июля 2015 года об утверждении состава специализированных консультативных комиссий Совета Муниципальной Аплосы. Затключение специализированных комиссий. Давайте начнем с этой комиссии маленького ремарка. Дело в том, что, исходя из того, что в комиссии по муниципальному хозяйству и охране правительства в данном случае нет председателя, нет секретаря, то есть трех членов комиссии отсутствуют. Четверо человек присутствовали в комиссии, был вызван председатель и был вызван секретарь. К сожалению, я докладываю, что это председатель, избранный из четверо членов комиссии, и если можно, дальше и служу. Если нет, к сожалению, секретаря тоже нет, у него должно быть, не знаю почему. Ты помню, что предлагаете? Да, если что, Борис Борис, пусть предлагает вам этого. Есть секретарь, пожалуйста. Что касается вопроса, рассматривая в данный момент, комиссия предлагает голосовать за данный проект решения. Спасибо. Комиссия по образованию также дает положительное заключение по данному проекту решения. Еще заключение комиссии есть? Нет. Выносим вопрос о советниках. Вопросов нет. Ставим на голосование. Кто за данный проект, прошу голосовать. Против, поддержавшийся в виде нагресса. Следующий вопрос. Обнесение изменений и дополнений в решении Совета муниципи РФ, номер 12, номер 2, 8 декабря 2013 года, о выведении муниципального бюджета РФ, на 2018 год. Заключение специализированных комиссий. Комиссия, это не будет вредить данные решения с изменениями. Первое, это согласно том, что принято мы в решении Совета муниципидации Фонда социальной поддержки, принести соответствующие изменения в приложении 2, 3 и 4, в основном бюджете. А также, согласно протоколу заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было вчера в 4 часа вечера, изменить расходную часть бюджета, увеличить ее на 800 тысяч лей, за счет остатков средств, развивавшихся в результате исполнения бюджета за предыдущий год. Спасибо. Еще заключение комиссии. Павел Сяньевич, у вас было. От заключения комиссии положительность рядом вопросов. Два вопроса озвучил председатель комиссии, выставший перед этим. Стоял вопрос на комиссии, о точке финансового центра пояснила Вера Александровна о предметении. Это был вопрос господина Марковича, к сожалению, его нету, по оплате и получению техники. Но в данном случае всего нету, и будем ее задавать. Да. Я так думаю. Заключение комиссии положительности по проекту также положительное. Вопросы советников? Вопросов нет. Ставим на голосование. Кто за? Разрешен. Как основа? Извините, как основа. Против. Протяжавшись. Единогласно. Выносится на голосование предложение финансовой комиссии о внесении изменений. Кто за данные изменения? Прошу проголосовать. Против. Раздержавшись. Единогласно. Голосуем за проект в целом. Кто за проект в целом? Против. Раздержавшись. Единогласно. Следующий вопрос. О распределении финансовых средств из утвержденного резервного фонда муниципального бюджета 2018 года. Заключение специализированной комиссии. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вопросы советников? Вопросов нет. Кто за данный проект в целом? Против. Раздержавшись. Единогласно. Следующий вопрос. О проверении увеличенного консультирования по проекту решения Совета муниципалитетов в подтверждении корректов на вывоз друговых отходов. Заключение специализированной комиссии. Комиссия принципиального порядка выбирает документы. Кто должен быть рядом с проектом решения? Наши лица даже не будет прописано. Комиссия по праву, да, же не будет принимать дорогу. И в связи с этим у меня есть вопрос. Я даже не могу. Скажите, пожалуйста, как муниципальному совету выгодить тарифы, которые были до 2012 года? И второй вопрос. Объясните, как исполнять Совету решение высшей судебной палаты, которая является обязательной? Как муниципальному совету и тарифу, которые были до 2013 года? Что будут вводить тарифы? Какие были установлены решения в 2013 году? Муниципальному совету в первую очередь можно провести публичное консультирование. В ходе этих публичных консультирований будут представлены расчеты и подтверждающие документы те размеров, те или иных тарифы. Будут ли эти тарифы соответствовать тем тарифам, которые были утверждены в 2013 году? Я вам на данный момент не могу сказать. Муниципальному совету будут уже утверждать тарифы, которые соответствуют действительности на данный момент и поэтому будут проводиться публичное консультирование. и оно инициировано, потому что мы как раз на всех понимаем, что те тарифы, которые действуют сейчас, а на данный момент у нас действуют тарифы от 2008 года, утвержденные решением 4.4, они не соответствуют действительности. Кроме всего прочего, на мой взгляд, они соответствуют действительности не только сам тариф, но и так же и нового накопления, которые используются в Кишиневе. Буквально недавно Совет муниципалитета Кишинев подтвердил новые тарифы на вывоз к опыту в этот пункт. Новое накопление, указанное в решении муниципального совета Кишиневе, составляет 2,4 куба на одно физическое лицо. Норма накопления, которое было установлено в решении муниципального совета 2013 года, у нас составляло, кажется, 2,1. А норма накопления, которая действует сейчас, решением от 2008 года, составляет 1,1. Поэтому этот вопрос комплексный, он довольно-таки объемный. Для этого и существует созданная комиссия распоряжение мемара по тарифам, на котором я обсуждаю все эти вопросы. Это во-первых, во-вторых, во-вторых, как я и сказал, 24 числа отделение высшей судебной палаты было призвано недопустимым заявление компании Совет и Соружа. В связи с этим получается, сступило в силу решение традиционного плана милиции Градласа, согласно которому было отменено решение Муниципального Света 2013 года, в котором были утверждены новые тарифы. И одним из главных критериев основания для отмены данного решения послужило, что не были проведены публичные консультирования. Поэтому по указанию исполняющего обязанности Димана был подготовлен данный проект решения по проведению публичного консультирования по проекту решения о утверждении тарифа. Пустили еще вопрос в состоянии как есть? Наверное голосование кто задал решение против выдержавшейся дроны. Следующий вопрос разрешение на возраст муниципального и управления МП по строительству изменения по с правом хозяйственного ведения на баланс тариф последующей передачей управления МП дорожного ремонтного строительного управления с правом хозяйственного ведения. Заключение специализированной комиссии. Комиссия предлагает принять данные для предложения. Миссия наше также предлагает принять данные для предложения. Вопросы с вами слушаем. Скажите пожалуйста мы сейчас это предприятие которое мусор собирает отвертая мобиль да? Я так помню что были распределены вывод мусора на 3 предприятия ДСУ уже ДШК и ДСУ На последнем заседании совета в декабре эта условия была передана ДСУ Еще вопросы? Выносим на голосование кто за данный проект решил голосовать? Против выдержавшийся единогласно В разрешении на возврат муниципального имущества и закрепление муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства был встаном хозяйственного ведения на балансе и марии последующие передачи управления муниципального предприятия дорожное ремонтное строительное управление с правом хозяйственного ведения заключение комиссии комиссия муниципального хозяйства дает позитивное подключение влашенном сайте решения не будет это непонятное решение вопрос кто за данный проект прошу голосовать против воздержавшись единогласно обнесение и дополнение механизма предоставления адресной компенсации на окопительный сезон 2017-2017 вопрос некоторым социально неизвестимом категории подселения за счет предприятия муниципального бюджета утверждено решение сновидов патери адрес номер 10-241 26 октября 2017-го года заключение специализированной комиссии мы с этим не будут другие данные предприятия спасибо комиссия также будет подбить данные заключения заключения комиссии по образованию положительное вопросы 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 вопрос кто за данный проект прошу вас против воздержавшись единогласно обновление решения совета муниципи обновления номер 13-15 24-го декабря 2009-го года обновление опеки над несовершеннолетней Леонова Людмилов с последующими изменениями и дополнениями заключение комиссии по образованию положительное вопрос вопросы вопрос нет кто за прошу голос против воздержавшись единогласно следующий вопрос обновление решения совета муниципи обновления номер 13-14 от 24-го декабря 2009-го года обновление веры над несовершеннолетним миллионам руслана заключение комиссии по образованию положительное вопросе кто за проект против удержавшей удержавшейся единогласно обновление обновление изменения решения совета муниципи обновления номер 4-го 12-го от 11-го мая 2017-го года обновление в процессе номер 12-го улицы польз 23-го и номер 12-го улицы металли 61-го 1-го господина проста бюджет заключение с резервной комиссией заключение комиссии положительного и держать право разрешения комиссия по образованию дала положительное заключение вопросы господина я в том что получение муниципального директора муниципального предприятия провести какие-либо изменения в регист основание вот этого решения оно не сможет этого сделать почему потому что в данном случае необходимо внести в то решение которое было тогда зарегистрировано в кадастре и исправить вместо этого будет это и так далее здесь совсем другое поэтому данное решение пройдет и человек пойдет и вернет сам я объяснял юристу ЖКХ как должно выйти и так далее но Сергей Ильич мы с вами задали эти вопросы вопрос касается того что когда были проведены два решения по пацану и по плачевской когда еще не было вопроса снятие для умения по решению совета восемь девять и десять а следующее решение которое мы тогда с вами сом в ходе который вписан в том что нам необходимо снятие для умения разговор был о том что якобы мы с вами это делаем по нашим спросом ответ на этот вопрос был именно в обозначении в письменном виде который мы направили в том мы обязаны непосредственно вас уведомить о снятии обременения и соответственно произвести определенную оплату денежных средств за решение этого вопроса для того чтобы регулировать все документы которые необходимы по снятию обременения на сегодняшний день вносить изменения решения совета восемь девять девять десять скажем так абсолютно вы представляете возможным потому что мы буквально проанализировали эти два решения мы решили вопрос о скажем так целябресообразности на сегодняшний момент их наличие и выяснили такой факт что по данным решениям у нас в наличии остается в пределах восемьсот картин которые находятся еще настоящий момент обременения и не факт что эти все квартиры обременены именно теми наимодателями которые так прописаны в этих двух решениях поэтому середакторическим управлением и мария обременение решения потому что буквально вскоре будущем мы сделаем значит новый проект решения по найму то есть на обременение данного жилья которое будет уже соответствовать действительности соответственно уже там будут находиться именно вамилии тех обременителей которые в настоящий момент являются преподателем этих квартир ссоваться на решение 8-9 на которое вы сейчас ссылаетесь я вообще честно говоря не вижу смысла 2005 год причем я не понимаю почему мы с вами дискутируем по поводу этих двух решений то есть в сущности они абсолютно не имеют под собой каких-то определенных оснований на которых можно базироваться то есть там явно говорили на экране там абсолютно отсутствуют правильные заполненные данные на наимодателя этих квартир наверху все-таки давайте мы с вами обозначим что мы эти решения обменяем и поднимаем много но подождите на это дело для того не дайте там немножечко отработать до конца тем более что не хотелось бы сейчас уточнять эти вопросы но из тех квартир которые так есть поднаем у нас и у вас чистятся они также в кадастре поднаем на сегодняшний момент появляются люди которые приносят нам сертификат выданный вашей организации еще и в отличие здесь сроков а у вас в кадастре все чистятся поднаем давайте детально будет соответствие с зеленой изменения приводит в кадастр к регистратору ему вам отхажут понимаете от принятия вашего заявления потому что не будет указано про то решение там взгляд если там не были внесены никакие изменения вы не сможете зарегистрировать вот эти изменения которые здесь вам получат понимаете ну хорошо голосуйте еще если можно скажи пожалуйста то что вы с нашим коллегой советником точки трения регистрации данной мы сегодня будем проводить решение про проекту который предложил это может быть место так что мы будем гонять людей работников которые потом не решат вопросы если может хотелось сначала то что на рассвете на этот вопрос я не могу он будет или нет по крайней мере есть подготовленный проект решения согласно которому муниципальный совет принял решение снять объединение с данной квартиры решения которые были приняты в 2002 году они как раз были приняты по решению о применении данной квартиры если честно говоря вот этот проект который вам представлен это третий или четвертый вариант проекта решения потому что первоначально приносили проект который был о внесении изменений в том решении муниципального совета о котором говорит господин Иерарда до решения с 2005 года мы с трудом его нашли в в варкии кроме всего прочего когда мы принесли это решение оказывается там еще у каждого есть порядковый мод данный порядковый мод подшит что его даже трудно увидеть это надо расширять все дело тогда в ходе дискуссии которые произошли с господой Пороскан мы предканали приводили вот такие договоры которые которые вам сейчас и было принято решение что они пройдут полностью инвентаризацию вот этих списков у них осталось как и было сказано около 800 потех которые которые проживают наниматели и она намеревается в ближайшее время вынести новый проект решения которым будут указаны именно эти 800 лиц которые фактически проживают там сейчас на данный момент для вашего утверждения и уже в том решении будет указано об отмене тех двух решений по обременению вполне возможно да что регистратор которому принесут данный проект решения он сошнется на то что данное обременение было установлено решением муниципального совета я не помню права номер 2005 года поэтому идите вносите изменения в то решение вполне возможно да но как и сказал господин мы планируем в ближайшей сессии рассмотреть вопросы и обвините решение в данном случае мы слушаем мнение и быстро знать предложение руководителю кадастров да значит точно что человек приключения или физическое лицо которое будет наделен возможно регистрировать данную квартиру а смысл тогда нам принимать если он сейчас допустит 20 которые были указаны в решении номер таком таком то снять от применения которые были указаны в решении номер таком вот это я предложил давай не так сложно ты должен потом не гонять не работ не планируйте которые будут послушать вот вот это заменяется на то и все и тогда это будет видно что это были внесены изменения то то человек вход если есть внесение дополнений тогда оно будет правильным есть конкретные предложения внеси дополнения в решении тратили комиссии советника и на сети сейчас приняты дополнения спасибо озвучьте пожалуйста измените 9-9-10 он 2005 года дату не могу назвать но мы несем соответствие как бы познать что это после слова снятия облимения с квартиры какой-то такой который были узнеждены 8-9 а 27-10 25 года это уже и второе тоже пускай будет оба чтобы 8-9 и 9-10 они оба идут по-моему да и 9-10 и 29-1 после каких слов после слов с катастрофа номера с квартиры какой-то какой-то с катастрофа которые были в конце дополняем которые были утверждены решения в первом подпункте после катастрофа номера которые были утверждены решения 8-9 или 9-10 от какого-то нет нет вот здесь просто запятую поставят здесь отдельным который поручено директор уже это сделает да он предлагает отменить что вы предлагаете формулируйте конкретно что вы хотите отменить то решение или заменить слова кто там был по фамилии указан как обременитель за кем было применение указано за фамилией такое заменить слова например Иванов на процар заменить слова Петров на вот и все с катастрофами логерами такими-то но это должно быть в другом пункте не в этом где вам поручено уже провести вот это вот чтобы они подготовили ситуацию подготовили все да это просто не просто не просто не просто не пропиотично мне внести это сюда только желательно более четко по вашему мнению отдельным пунктом или достаточно за отдельным это пунктом должно быть видно что это в своей изменении в той же а в третьем пункте вы уже получается провести вот такие подоверенности решили сказать то есть получается разделим пунктом можно пример вторым решение садлета может нести следующее изменение пункт такой-то такой-то изложить в новой редакции изложить в новой редакции показ что согласно а третьим пунктом уже пойдет это хорошо да спасибо согласно а второй третьим и четвертым еще вопросы есть какие-то нет голосуем за проект решения как основу кто за данный проект как основу прошу голосовать против воздержавшийся единогласно голосуем за проект решения в целом кто за против воздержавшийся единогласно следующий вопрос о внесении изменения в решение Совета муниципия области номер 4 номер 11 11 мая 2017 года об обмене квартиры номер 18 об обмене квартиры номер 18 по улице Штефанчелмай 7 на облацельную квартиру номер 48 по улице Стрывская 17 госпожен на Платчевской аре заключение финализированной комиссии комиссии Tiffany славила призыв заключения сейчас но я уже дополнительно таким же функтом из изменения в предыдущее решение муниципального записи заключение комиссии по образованию также положительное вопрос вопросов нет голосуем за проект основу кто за проект основа против воздержавшийся единогласно голосуем за предложенные изменения в тексте проекта кто за против Против, задержавшуюся единогласно. Голосуем за проект в целом. Против, задержавшуюся единогласно. Следующий вопрос. О проведении оценки профессиональных достижений секретаря СССР, госпожи Сердюк и Ирина. Заключение комиссии. Вопросы советников. Господин Ирина. Это будет комиссия рассматривать, да, вот эту информацию? Да, это будет комиссия. Мне вопрос, Ирина Камерьевичевна, скажите, пожалуйста, сколько решений муниципального совета были отменены в судебном решении? Она сейчас не скажет, естественно. Хорошо, тогда прошу предоставить мне эту информацию письмами. Спасибо, еще вопрос есть? Голосуем. Кто задержавшуюся? Против, поддержавшуюся? Против, один. Следующий вопрос. О назначении господина Патыр на должность директора Центра семейных вручей муниципи Родова. Заключение комиссии. Комиссия Покалов. Комиссия Покалов. Комиссия Покалов. Изведіли на директора Центра семейных вручений. Вин Shenko, директор Центра eficáров Новгород Родова. Вы fik covid- rozkminar. Директора центра sicilerUSOR. Нет, не прошло решение. Спасибо. Вопросы, господин Арталович. Я считаю, что сейчас будет вставиться вопрос на голосование. Мы как понимаем, что возможно оно не пройдет. Я предлагаю, дабы мы исключили такую возможность, чтобы, когда будет привлекаться к ответственности административность за неисполнение судебного решения и исполнительного листа, поставить вопрос на пойменное голосование. Уважаемые коллеги, многие из вас и присутствующие знают, что у нас есть несколько ситуаций, которые связаны подобного рода. Я хочу довести до вашего сведения, что некоторые не знают об этом. Я считаю, что многие советники данного СОЗОВа и предыдущего СОЗОВа имеют предъявленные задержки по вопросу, связанному с господином Генгуряном. Вы это помните, мы дальше будем принимать еще одно решение, дальше мы будем. Что касается, в данном случае, каждый советник лично несет ответственность за принятое решение. Даже несмотря на то, что решение Муниципального Совета в то время было определено заключить договор взаимодействия отношений, сегодня, если мы говорим, в ходу суд на всех, на многих советников, и мы проходим судебные вопросы и сдержки по данным судам. То есть я хочу предостеречь, и мы, там многие советники здесь присутствуют. Я вам скажу, что в виде информации, если вы позволите, полминуты, да, что некоторые уже получили штрафные санкции довольно крупные, некоторые уже оспаривают решение высшей судебной палаты. Вот говорю о ваших коллегах, о наших, ваши коллеги от фракции нашей партии, тоже многие имеют такие проблемы, судебные вопросы, связанные с решением суда. Поэтому я хотел бы сказать им образом, что, если есть, во-первых, вопрос хочу дать Виталию Виталию, чтобы он доложил четко о том, что если есть исполнительный лист, и закон будет о том, что исполнительный лист мы обязаны их не исполнить, давайте мы вне к нему эту ситуацию, и, наверное, по возможности исполним его. Если в данном случае кто-то не хочет исполнять исполнительный лист решения высшей судебной палаты, это его право, конечно, потом мы где-то понимаем, что он будет внести какую-то персональную личную ответственность. Помимо всего этого, вы смотрели документы, предложенные на данном случае на сессию, для рассмотрения этого проекта решения. Там есть составляющая связь с финансами триста. Сегодня это порядка двухсот тысяч, из них десять тысяч это моральные ущерки и остальное заработная плата. Если, допустим, решение суда, которое вогласил наш коллега, будет через полгода, через год, и оно будет решение суда не в пользу нашего, а в пользу данного заявителя, то мы будем иметь и двести тысяч, а может быть, и триста, и четыреста, и пятьсот тысяч. И хочу заметить, что эти финансовые средства, которые будут потом определены, это с муниципального бюджета, ниоткуда другого, ни с места, ниоткуда другого. Именно с нашим муниципальным бюджетом надо будет выделить финансовые средства по отношению к ТЕРЦУ, которые определяют судебные инстанции. И так, если можно, пожалуйста, подробно юридическую ситуацию связывать с этим вопросом. Спасибо. Павел Александрович, мы этот вопрос дискутируем по этому вопросу много раз на комиссии. Как и было сказано, данный проект решения подготовлен в связи с тем, что в адрес Примарии и в адрес муниципального совета поступило два исполнительных листа. Так, один исполнительный лист в отношении муниципального совета, в отношении назначения господина БТ, должен быть директор Александрович Семенович Божий. Другой исполнительный лист поступил в адрес Примарии и в адрес Примарии и в адресе, согласно которому он обязан заключить договор от менеджера господина БТ. В связи с этим и был подготовлен данный проект решения и вынесен вам на рассмотрение. Если бы не было бы исполнительного листа, данный проект решения не был бы подготовлен, так как решение первой инстанции не является окончательным, оно обжаловано в актуальционную палату и подлежит внешнему рассмотрению. Господа Борисовна, уважаемые коллеги, как вам нужно установить, что есть жалоба, да, решение обжалованного в актуальционной палате. Если в актуальционной палате решения первой инстанции отменяли, какие листы у нас? Никаких. Никаких я не думаю. Поэтому пока не будет окончательного решения, которое нас будет не подлежать, обжалованным, когда мы будем решать? В виде реабилитации. Или мы уже уверены, что это просто. А если высшую студентную палату не делает такого решения, а обратное будет решение, и эта сумма, которая увеличится, может быть, более-трое, мы потом как бы не решать? Мы парнем советуем, откуда деньги взять, для того, чтобы оплатить эту сумму, которая будет связана с решением высшую студентную палату? А они бюджетные деньги, нам надо будет это изыскать. Это бюджетные деньги. Мы здесь есть на то, чтобы каждый голосовал, как он считает, правильно и юридически. Значит, ставим на голосование поступившее предложение о том, чтобы провести конседуру поименного голосования. Зачитать, что это такое? Зачитайте. Зачитайте. Поименное голосование проводится следующим образом. Председатель, стоящий на заседании, дает пояснение относительно предмета голосования и значения слов «за» и «против». Секретарь совета оглашает фамилию и имя каждого советника в условительном порядке. Названный советник встает и произносит слово «за» и «против» в зависимости от своего выбора. Вы спешите, можно ли? «За» и «против» здесь. Вы идите «за». Значит, кто за то, что данное произвешение был принят процедурой поименного голосования? Прошу проголосовать. Кто за? Я не боюсь этого. Трое, четверо. Кто против поименного голосования? Раз, два, три, четыре. Озвучит? Я голосую за данное проекто решения. Советник Кусан, Советник Иоанн, Советник Кучавки, Советник Холомский. За проект решения. Продолжение протокол. Я голосую за данное проекто решения. Кто против проекта решения? Прошу проголосовать. Настережавшиеся. Все. Все. Читайте, куда он был воздержался. За то, что это не надо. Будет список. Желательно почитайте. По фамилии. Воздержался. Значит, воздержавшиеся. Не хотели бы какой-то именный голос? Советник Шмунский. Вы только что сказали сейчас, что я дам. Нет, вы же не хотели. А я почему сейчас так я дам. Советник Шмунский. Советник Чайковская. Советник Кудешова. Советник Куваринский. Советник Пасадовский. Рывы Рывы И господину, потом еще за него, на наших всех женщин возбуждены уголовные дела по заявлению в адреса. Через чего? Через чего? Вы же в курсе, наверное, или нет? Вы же, вот представитель, вы ходите с ним по судам, наверное, на суд. Я не его представитель. Вы ошибаетесь. Николай Иванович, а если у вас какие-то касается вопроса, а через чего возбуждены уголовные дела? На всех женщин наших, вот они хотят, пускай не скажут, пускай не скажут, пускай не скажут, пускай не скажут, что возбудили уголовные дела по просьбе БТВ. В качестве подозрения. Значит, ситуация была очень странная, потому что проголосовали большинство, но возбуждены были уголовные дела именно на нескольких женщин. В отношении того, что мы не исполнили проголосование в Совете против. Во время Совета. То есть мы прибысли свои должностные помолчи. Но вообще, насколько я понимаю, это право Советника. Какие позиции за, против воздержавства. Поэтому это очень двоятое мнение, двоятое готовка. А вот есть та же самая ситуация, которая говорила за, против воздержавства. И наши коллеги получили апелляцию, что ты санкций, решение суда за то, что он проголоснул за. Я сегодня имею апелляцию в Высшую Судебную палату. Наши коллеги, которые отца, многие выиграли первую инстанцию, но получена апелляция от того заявителя в Высшую Судебную инстанцию. Это такая же самая ситуация, что мы ничем персонально ответственны. Это просто подчеркивается. Ведь закател, он подал в суд. Меня удивляет. Я говорю, это решает вопрос примария, в данном случае примарка, а не советник. Совет был принят решением. А он подает на советника в суд, и все, он хочет требовать советника. Господин Григорьевич. Павел Васильевич, я хочу вам с вами согласиться. Полностью есть наши коллеги, и только полностью выиграли у него судебный процесс. Ну дай Бог, чтобы выиграли. Я ничего против не имею. Наши коллеги выиграли уже. Мы с вами пока не выиграли. Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Рассмотрение предварительного заявления номер 259 от 12 декабря 2016 года поданного авторизованным управляющим Марка Шетмилы, ликвидатором НПС КПДВЗ «Повдорс». Заключение комиссии. Заключение комиссии поддерживает проект решения. У нас уже по праву, кто поддерживает проект решения. Вопросы? Вопросы? Господин Голосов. Я не буду голосовать в муниципальном совете. Спасибо. Административном совете. Еще вопросы есть? Голосуем. Кто за? Кто? Против. Выдержавшиеся? Один. Спасибо. Следующий вопрос. Рассмотрение предварительного заявления адвокатского кабинета подчеркта Юлиан, номер 24, 15 января 2018 года. Заключение комиссии. Комиссия по праву. Вопросы? Вопросов нет. Кто за? Против. Один. Выдержавшиеся? Двое. Следующий вопрос. Рассмотрение представления территориального бюро Казахстанской канцелярии, номер 1304, от 12-го, от 12-го, от 12-го, от 12-го года. Заключение комиссии. Заключение комиссии по местам, что, то есть, поддержать данное разрешение, с тем объяснением, которое комиссии предоставил докладчик, за данное разрешение комиссии по праву. Вопросы? Вопросы? Вопросов нет. Кто за? Против. Раздержавшиеся? Двое. Трое, извините. Следующий вопрос. Рассмотрение представления территориального бюро Казахстанской канцелярии, публики Молдова, номер 1304, от 12-го, от 12-го, от 12-го, от 12-го, от 12-го, от 12-го года. Заключение комиссии. Комиссия по праву, по праву, получает. Комиссия по местам, что, так же, поддержать данное разрешение. Вопросы? Вопросы мне. Кто за? Против. Раздержавшиеся? Трое. Далее, переходим к утверждению ответов. Ублажение ответов на обращение к капиталу Казахстанской канцелярии, в России, в декабре 2017, в декабре 2017 года. Заключение специализированных комиссий. Комиссия по праву, положительное. Комиссия по местам, кто же, так же, положительное? Комиссия по образованию, так же, было положительное заключение. Вопросы по проекту? Вопросов нет. Кто за? Против. Вопросы, выдержавшиеся? Демократно. Следующий ответ. Об убеждении ответа на обращение Министерства финансов Республики Молдова, номер 13-03-07-07-07-07-07-07-07 декабря 2017 года. Заключение комиссии. На нашей комиссии обращался этот вопрос. И было дано положительное заключение по нему, но с изменениями. В этом проекте ответа мы просто пишем в Министерство финансов, что идут судебные заседания, и поэтому этот вопрос будет рассматриваться после. Но на комиссии было предложено включить в ответ, в ответ Министерства финансов, еще два момента, где было бы видно, что мы предоставляем какой-то вариант от имени Совета Министерства финансов о выходе из этой ситуации. Первый момент – это после проведения всех ремонтов, всех работ на водоканале, осталось материалов на 5 миллионов 858 тысяч лей, которые до сих пор, они новые, в упаковке лежат, но они никогда не использовались и не могут быть использованы, потому что у нас нет таких сетей. Эти материалы были куплены за счет этих кредитов, по которым мы сейчас плодим проценты и пенюли, и все. Поэтому предложить Министерство финансов, чтобы они рассмотрели данный материал, и может они возьмут в счет повышения кредитов, или предложат какой-то другой вариант. Может предложат кому-то, у кого есть эти сети, где они могут быть использованы. И второй момент. За 2017 год водоканал заплатил 2 миллиона 616 тысяч лей судебным исполнителям. У нас осталось там 3 кредитора. Основной из них, конечно, Аклонор. И также есть Министерство финансов и Редмор. И для того, чтобы, получается, они выбивают свои деньги через судебных исполнителей, и водоканал уберется вкладку из основной через судебных исполнителей. В результате вот образовалась вот такая вот цифра. И может быть, есть смысл заключить какое-то соглашение и работать без судебных исполнителей, потому что эта сумма могла быть отправлена на погашение задолженности перед кредиторами. Да, спасибо. Еще есть дополнение? Комиссия по праву также положительна с изменениями, которые нужны на финансовой комиссии. Спасибо. В комиссии по менталитетическому дозу и подразделению заключения, я лично как советник, хотел бы предложить такого рода рабочую ситуацию. Возможно ли то ли предприятие самоготовит такой документ, который дает всю информацию по тем остаткам, которые невозможно применить для наших сетей, размещенных на территории муниципи РПЛС, из тех ресурсов, которые новые, упакованные, не знаю, зачем они предпринимают, то ли возможно создать рабочую группу, которая могла бы сделать перечень тех всех остатков, которые невозможно применить на территории муниципи РПЛС, в наших сетях, в наших водопроводных сетях и канализационных, дабы возможно это продать, предложить, заменить, не знаю, что такое. Спасибо. Голосуем за проект «Ответа как основы». Кто за данный проект «Ответа как основы»? Прошу проголосовать. Против. Поддержавшиеся? Двое. Голосуем за изменения предложенной финансовой комиссии. Дополнить текст проекта «Ответа». Кто за данные «Ответа как основы»? Прошу проголосовать. Против. Поддержавшиеся? Двое. Голосуем за проект «Ответа как основы». Кто за? Против. Поддержавшиеся? Двое. Значит, выносим на голосование предложение господина Бучацкого о том, чтобы два предложения. Дать информацию. Говорим. И второе, это создать рабочую группу. Возможно, если само предприятие своих рабочих родителей, которые работают в этом месте, может быть, создать рабочую группу специалистов, советников, специалистов, и так далее. А есть этот список? Есть этот список. Значит, предоставить, когда есть этот список, просто не голосовать, а запишите это предложение, предоставить в данном случае такой документ для муниципального совета, чтобы муниципальный совет знал, что творится с суммами, что творится с теми материалами, которые не востребованы. И дальше, что с ними делать. Господин Приколосов. Когда они были приобретены. Обязательно, чтобы там быть. Да. Это ползит, не надо. Да, да. Вы записывайте, где надо. Вы записывайте. Совершенно верно. Совершенно верно. Следующее. Об утверждении ответа на обращение муниципального проекта «Домогаш-бород» с номер 13-19, с номер 20 ноября 2017 года. Заключение комиссии. Комиципальный собственный согласится с данным проектом решения. Спасибо. Вопросов нет. Вопросов нет. Кто заданный проект ответ? Против. Задержавшиеся. Игна, пожалуйста. Об утверждении ответа на обращение адвоката господина Почурка, номер 27, 16 января 2018 года. Заключение комиссии. Финансов. Комиссия не дочит людей данных решений. Муниципальная собственная комиссия также дочит людей данных решений. Комиссия по праву и децентрению также положительно. С следующими изменениями дополнить ответ следующим абзацамам. Мы также доводим на нашу связь, что согласно определение высшей судебной палаты 24-го и декабря 2016 года. Вопросы по проекту ответа? Тайна голосования проекта ответа как основа. Кто задан? Прошу вас, да? Против, раздражавшиеся, единогласно. Кто за то, что были внесены в тех ответах изменения предложенной юридической комиссии? Кто за? Против, раздражавшиеся, двое. Кто за проекта ответа в целом? Против, раздражавшиеся, двое. По утверждению ответа на обращение господина Слава Туца о 9 января 2017 года. Заключение специализированной комиссии. Заключение комиссии по муниципальной авторственности, подверждение комиссии по праву положительного заключения. Комиссия по образованию также дала положительное заключение. Вопросы по проекту? У меня вопросов. Кто за? Кто за? Против. Заключение комиссии по муниципальной авторственности, пожалуйста. Следующий проект решения. Об отмене решения Совета муниципальной авторственности, номер 2, 11, 25 февраля 2016 года. Об установлении ответа на несовершеннолетнем Булаху Сергеевну. Заключение комиссии по образованию положительное. Вопросы? Вопросов нет. Кто за данный проект? Прошу голосовать. Против, раздражавшиеся, единогласно. Об отмене решения Совета муниципальной авторственности, номер 2, 18, 25 февраля 2016 года. Об установлении ответа на несовершеннолетнем Булаху Иоанна. Заключение комиссии по образованию положительное. Вопросы по проекту? Вопросов нет. Кто за? Прошу голосовать. Против, раздражавшихся, единогласно. Следующий вопрос. Прикладительного розыску. Муниципального предприятия. Дирекция парков культуры и опыта. Заключение специализированной комиссии. Дирекция парков культуры и опыта. Прикладительного предприятия. Комиссия по муниципальной авторственности также предлагает поддержать данные решения. Ответ. Вопросы. Вопросы господин Усапов. Есть вопрос. Я знаю, что Батария инвестировала об этом сельском заявлении в суд по поводу отказа принудительным выбором. Речь идет о том, чтобы прекратить вот эти принудительные иски в отношении советников. Вопросы. 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 Совет исполнил решение высшей судебной палаты исполнительной листью. С учетом того, что господин Угурянов оказался подписывать договор, представитель Совета обратился в судебную инстанцию с иском заявлением о прекращении принудительного исполнения решения суда в связи с отказом из ЦАК исполнять решение. Судебное разбирательство ведется буквально на 20-е число назначено еще одно заседание. Когда будет окончательное решение, не буду сказать. Судебное разбирательство. Я хочу сказать, что в отношении с нашим Советом продолжается связь, а в связи с судебной инстанцией можно будет окорректировать, как только будет принято решение по вашему и своему заявлению. Думаю, что вы необходимо будете общить к нашим делам. Мы получили к этому решению. Да, это обязательно. Мы как доноса, мы всегда, чтобы это судебное инстанцией проходили, но или не является судебным исполнителем, или распределением с Буряном, и бывает, что это не нужно. То есть, это будет причина. Да, и уважаемые советы, как вы помните, по данному вопросу подготовлено два проекта. Один проект ответа, один проект решения. Поэтому, если просьба, чтобы вы выточнили конкретно, то, по которому вы высказываетесь, за который вы можете. Здесь есть два варианта. Будем голосовать по обращению, а потом по решению. Каждый из вас определится, как хочет голосовать. За что? Пожалуйста. Первая ответа. Если поговорить, то, что комиссия осмаблась вопросом, он обробно. Значит, и было второй, что это предложено проект решения. Мы, наверное, сегодня на задании муниципального совета, в котором говорилось так, чтобы мы приняли решение муниципального совета и дали возможность уважаемому господину Буряну опять же заключить комиссию решения, то, что грабит его право. Значит, заходя на срок материалов, было так много, потому что муниципальный совет в 2019 году выполнил решение Вашей студентной палаты, а также муниципальный следы пишутся в 2016-м году. В 2017-м году также выполнил решение данного отцена. Если мы сегодня приняли такое решение, что мы дадим согласие о том, чтобы он сейчас заключал контракт на говерной основе с Доми Романовым, то мы тут же автоматически признаем за собой неправильные действия. автоматически признаем за собой неправильные действия. В этом предложено было комиссией, чтобы ответ, второй вариант, который есть, вот этот ответ поддержать, и в котором изложено юридическим отделом полностью, у себя заставляющим по данному вопросу. Плюс к этому мы надеемся, что муниципальный совет выиграет это дело, лучше следить на палате, и тогда в таком случае ему будет подъехать все остальные заседания судового, апелляции, петиции и так далее. Господин Леонидович. Мы сейчас, если не заключаем, я говорю по второму проекту, где лучше заключить, я не знаю, почему Павел Алексеевич говорит, что автоматически это признаем, что мы были тогда и правы. Нет. Дело в том, что я разговаривал с судебным исполнителем. Я говорю, на данный момент то решение 2012 года, оно было исполнено, суд по сути, да. Примар в данном случае направил в проекты договоров аренды. Муриану не захотел. Он захотел он не на один год, как там было указано в решении, а на 99 лет. Что, естественно, это дает право только арендодателю принимать решение, на какой срок давать аренду. потому что он, собственно, повладелец землей, а никак не суд, обязал просто обходить земельные отношения. Но на данный момент мы сейчас берем, что и отказываем, и в этом, и в этом мы пишем, что вот все, оно как бы должно быть прекращено, все такое. Ну, человек опять будет без аренды себе работать и получать, как бы, доходы, не платя в бюджет ничего. Что мы делаем тогда с этим иостором? Они, кстати, по суду, по суду было привито решение, которому обязали кадастровый орган зарегистрировать эти киоски, временные строения, без оформленных земельных отношений. Обязательно они были вынуждены исполнить решение суда. Потому что я когда начал поднимать эти вопросы, как, я был удивлен, что киоски были зарегистрированы. Да, я могу с вами полностью относиться, что на протяжении этого времени успали бюджетно, успали те денежные составы, которые должны будут платить из-за гранина, принеса аренду данного земельного участка или подостроен в случае с решением в бюджетном но обстоятельство заключается в том, что проект решения подготовлен на основании обращения судебного исполнителя, если вы посмотрите. И в письме судебный исполнитель просит исполнить решение суда. Я с вами могу собрать все с авто онлайн, если будет отдельно подготовлен проект решения, но не в связи с обращением судебного исполнителя, а на основании, например, заявления по отдельному лицу, но и в рамках исполнения решения суда. Спасибо. Ставим на голосование проекта ответа на обращение судебного исполнителя. Кто за данный проект ответа, прошу проголосовать. Против, воздержавшийся или не власть. Следующий вопрос о проведении педагогенского консультирования по правилу решения советов не к себе просто подтверждение муниципальной программы не завтра лица не поставили став на вопрос. Проект сняли? Мы продолжаем про проект ответа. А за проект сняли? Не позоверите друг друга. Я хотела сказать, если послужить, то они вы сняли? Я предложила предложить, вы сняли? Нет, он идет таким, педагогенского педагогенского Сергей Георгиевич Пентрибаря Дарте, Увелец Крысаря Деладон Рома, Елка Секретарь Кунсиль Лампос Резон Утик, Центр и компетенции дирекции журналистов, дирекции праприкатора Мальчапала Шелеват и Кунчат. На этом бумаге есть два исполнителя. Они должны были принести один результат продукта. Видение юридического управления обращения, на котором они настаивают. Видение управления муниципальной собственности земельных отношений проект решений, который не настаивает на этом. Но, когда мы их смотрим, они же противоречат друг другу, потому что этим письмом мы говорим, что мы предлагали господину Мугуляну заключить договор, он не заключил, его не захотел, не пришел, оставил документы. Госпожа Зимковская по-новому начинает процедуру с нуля опять же. Поэтому у нас один вопрос, мы можем принять одно решение, поэтому вы должны были определиться, за что вы голосуете. Или за ответ, или за первый вариант это ответ, или второй вариант это проект решения, но не можно голосовать и так, и так, потому что это вообще непонятно, за что вы голосуете. Мы проголосовали за ответ. Мы это акцентировали на комиссии, вот Виталий Мирчич сейчас тоже об этом говорил, вы сказали, что можно согласиться в принципе. Поэтому если мы голосуем письмом, мы не голосуем это. Должны ли голосовать? Нет, нет. Они не в один вопрос, один вопрос, но два варианта. Нет, нет. Так, о проведении публичного консультирования по проекту решения о выполнении муниципальной программы иммунизатора в 2022 году. Отвечения комиссии. Вы все поменуете результурные, комиссии по праву проектов решения. Заключение комиссии по праву не положительное. Вопросы до влача. На комиссиях у нас было предложено на комиссиях специализированных изменить сроки разработки первоначального текста проекта решения с периода не 14-го от 8-го по 1-го и проведение обязательной допилительной процедуры с 02-го на 3-го по 3-го на 3-го. Поэтому прошу голосуем за проект решения как основы. Кто за проект решения как основы? Против выдержавшейся единогласности. Голосуем за предложенные изменения в тексте против кто за против выдержавшейся единогласности. Следующий вопрос. Об утверждении авториментализации списка объектов недвижимого имущества являющихся собственностью местного публичного управления муниципе и относящихся к публичной сфере новости заключения специализированных комиссий. Комиссия по образованию также рекомендуется в тексте проекта решения. Вопросы советы. Кто за проект прошу голосов против выдержавшейся единогласности. Об утверждении соглашения заключения с общественной социальной национальной центре по предотвращению насилия над детьми. Соглашение специализированных комиссий. Продолжение предупреждения предупреждения. Униципо сотрудничество предупреждения предупреждения. Так, которое предупреждение предупреждения. по праву комиссии предупреждения. Комиссия по образованию ведут из других проектов. Вопросы к докладчику. Кто за проект, прошу проголосовать. Против раздержавшихся единогласно. Следующий вопрос. О досрочном прекращении полномочий господина Владимира Владимир Владимировича и отмене предупреждения Совета Монцы Биогроза. Заключение специализированной комиссии по праву. Спасибо. Владимир Владимирович, прежде чем мы приняли сейчас это решение, мы хотели вас из всего сердца искренне поблагодарить за все то, что вы у нас делали. Может быть, вы попадете на прибор? Вы сделали очень много без нашего муниципия. Вы для нас всегда были и есть и будете обеспечены самым полезным. Спасибо. Трудолюбивый самый значимый для нас человек. Уважаемые советники, вы затронули сейчас душевную струну, потому что получается, что я как будто ухожу из семьи, с которой я прожил последние эти около трех лет. Я могу с достоинством сказать, что я честно и добросовестно отдавал все свои знания, профессионализм для того, чтобы этот механизм работал четко и на перспективе. Я благодарен советникам, секретарю муниципального совета за то, что вы поддержали в первую очередь нашу перспективную программу, стратегию устойчивого развития экономики, которая стала ориентиром для нашей дальнейшей работы. Я благодарен нашим работникам примари, всех управлений, служб, отделов и особенно экономического блока. Я вас ценю за то, что у вас есть высокий профессионализм, есть настойчивость в работе и то, что мы с вами ежедневно решали, мне было приятно видеть эти всходы. Я думаю, что урожай будет и в дальнейшем. После себя я оставляю бюджет с большим объемом положительного сальдо. я оставляю стратегию, которая будет работать и дальше. Мы оставляем транспарентность работы бюджетной сферы. Мы сохранили все бюджетные организации. И за это время моего нахождения на посту мы не задержали ни один раз выдачи заработной платы. Это многого значит для того, чтобы функционировала как часы, как механизм вся бюджетная сфера. А она у нас в муниципе Белс довольно серьезная. Мы уделяли достойное внимание нашей молодежи, нашему спорту. И я бы от души сказал всем спасибо вам за поддержку, взаимопонимание и взаимопомощь. Я рассчитываю, что это будет и на дальнейшем. Новым руководителям я бы пожелал транспарентности. держите. Все-таки это первое место в республике. И во-вторых, чтобы каждый лень БНУЦ, поступающий в доходную часть бюджета, шел только на пользу наших горожан и лечебных. Спасибо вам за все. Ставьте на голосование данное правильное решение. Кто за этот правильное решение, прошу голосовать. Против задержавшимся единобластным. Дмитрий Иванович, честно говоря, слезы нам не оборачиваются. Спасибо вам за добрые пожелания, за сердечное нагрузение, за то, что вы всегда смотрели. Я хотел бы еще выразить уважение прессе Маск Мехи за то, что они объективно отражали экономический блок работы нашего муниципального совета и нашей премарии. А всем остальным я пожелаю только счастья, здоровья и успеха. Спасибо вам большое. Спасибо. Следующий вопрос об избрании господина Шмурского Геннадия Леонидовича на должность заместителя премара муниципия ВЭОС по вопросам финансовой экономики, торговли, общественного питания и оказания условно-населения, государственных закупок и внешнеэкономических связей на срок действия и внешнеэкономических связей. Заключение специализированной комиссии оборудования предоставленной решения. Дарья Владимирович Уважаемые советники, у меня есть предложение включить преамбу на основании обращения премара номер 03-18 дробь 496 от 07-02 2018 года в связи с тем, что у нас сегодня принимается решение по досрочному прекращению мандата лица примара Багьянинида Ивановича и сразу же вступает вступление в силу господина Шмольского дополнить еще одним пунктом перед контролем, что данное решение вступает в силу с завтрашнего дня, чтобы не было что на сегодняшний день у нас бавится примара, если нет других предложений. согласно обращать отношения Ну да, но все равно, чтобы потом не было вопросов, потому что мне сказали, кто-то нас улечил, что мы что-то неправильно сделали. Спасибо. Вопросы? Господин Леонидович? Чтобы мои вопросы были задействованы в право первое. Я так и не получил, хотел посмотреть, познакомиться с оригиналом прощения господина Усатова по поводу предложения на должность децепримара господина Шмольского и господина Григоришева, чтобы убедиться, потому что мне было предоставлено только ксерокопия в очень плохом качестве, видно было дата регистрации и т.д. Это раз. Во-вторых, хотел спросить, раз оно было принято, я не увидел на нем никакой резолюции, исполняющего обязанности примара о подготовке проекта. Кто подготовил проект и на каком основании? Кто поручил подготовку данного проекта? И кто его готовил? Билка кафрик Нет. Крытарь Совета. Вы готовили? Да. И резолюция не может быть исполняющей обязан, потому что здесь обращение к этим консилам и чхал было. Что эти директы и адекваты на номере консилам и чхал мне вызовут здесь правы. Хорошо. Тогда второй вопрос. Если у нас есть исполняющий обязанности примара был? Он уже сложил полную часть. Да. Как может примара представлять в данном случае кандидатуру на вице-примара? В данном случае должен был представлять исполняющий обязанности вице-примара, потому что не может одновременно и примар исполнять обязанности и вице-примара. Пожалуйста, готовность по публичному какого статьи? Назначение вице-примаре я еще по-моему могу сказать. Правильно. Но дело в том, что есть статья 34 закона местного предвижного права где говорится о назначении вице-примара. На тюрьмар похудили примар в том, Вообщем фазе это в сайте первая вот цена, в благословении зависимости от отчетов, или требовать стать общей принадлежием в это принадлежности, которым он избран мир? Понимаете, это не так, куда нужно. В это случае у государства. «Москоп вербал, который был приехал? Каждый был непоспорим, Девосали, кончезю, фигуретин, кончезю и попроху. Я хочу, чтобы я не могу сказать. Настошь, какие легали таки? Руку меня зовут. У тебя? Мы таки. Для этого проекта. Все приемы право. Примарь и примарь. А мы с вами поговорим. Я с предвидел. Я собираю представлены дешевле. Друзья она? Котко примарь и примарь. Я с воспринимаю документы. В принципе, я с предвидел. Продолжение следует... 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 Примар правило избегать к администрации зам Примара для утверждения на заседании местного совета. Это все законно. Другой вопрос, который поднимает господин Иоанн Сергей Егорович. Может ли быть одновременно исполнение обязанностей Примара и одновременно, чтобы какое-то другое лицо исполняло обязанности Примара? Но этот вопрос, как-либо он не регламентирован действующим законодательством. Мы здесь можем только лишь предполагать и трактовать. Здесь можно точно так же взять за основу прецеденты, которые были озвучены в решении Конституционного суда. Как вы знаете, есть решение Конституционного суда по приостановлению получающих президентов. Исходя из логики решения Конституционного суда, что полномочия президента приостанавливаются, соответственно, эти полномочия исполняют другое лицо. То есть президент в данный момент, он не исполняет, есть исполняющая обязанность. Если следовать этой логии, которая изложена в решении Конституционного суда, то здесь получается такая же аналогия, что не может быть одновременно и Примар и исполняющей обязанности. Но однозначно на этот вопрос я ответить не могу, потому что этот вопрос требует дополнительного изучения. И как-либо, еще раз повторюсь, этот вопрос не прописан в действующем законодательстве. Спасибо. Ставим вопрос на голосование. Голосуем за проект решения как основу. А вопросов к кандидатам не будет? Вы уже совсем против. Вы уже 15 минут говорили, и мы можем задать вопрос к кандидатам? Так, я сейчас вопрос по проекту. Пожалуйста, господин Шмолчий. Вопросы? Советников. Нет, уже кандидатов. Кандидатов. Говорю, советников, вопросы кандидатов. Да, да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, на каких руководящих должностях вы работаете? В смысле, на каких должностях руководящих? На какого должностях вы работаете? По последнее время, председателем комиссии по финансо-экономической деятельности Совета. Не, не последнее время. З todavía ваши твои деятельности. Что вы имеете в виду руководящие должности? Можно расшифровать? Руководители приятного. Руководители только организации. Не руководителями, замом мне работают. Замом? Да. По экономике. Потому что... Ну, я думаю, мы с вами поймем друг друга. И письменно, и устно. Хорошо. Спасибо. Извините, не могу удержаться требований по поводу руководящей должности. То есть, господин Игорь Иванович считает, что, например, я бы очень стал все учителя. Они имеют права не давать на данный момент? А что за дискриминацию? Я извиняюсь. А вам отвечать. Не собираюсь, понимаете? Нет, извините, вы сможете договориться, что я вас тоже могу обвинить сейчас за дискриминацию? Как это дискриминация? А почему человек, который не занимал руководящей должности, не должен быть? Я задавал вопрос, Игорь Иванович сказал, какая у него практика? Потому что он берет в руки целый муницип, да? И руководить финансами и экономическими вопросами в целом муниципе. Поэтому хотя бы какой-то должен быть, правильно? Спасибо. Пожалуйста. Еще хочу сказать, Владимир Павловский. Я думаю, что кандидат вице-мэра должен представить эту программу. Потому что у нас сейчас очень много проблем, с которыми мы сталкиваемся с финансово-экономическими. Мы должны дать какие-то, не знаю, наводящие перспективы, как он будет работать. И поэтому Ярден интересуется, если у вас есть опыт, если вы с подобными вопросами сталкивались не только в пределах миссии финансово-экономической, то есть он должен выставить. Здесь нет никакой дискриминации. Это реплика или вопрос? Это высказывает. Это продолжение реплики. Еще вопросы? Стали на голосование. Против. Против. Один. Выдержавшиеся. Трое. Кто за то, чтобы были внесены изменения в преамулу в проекте решения, прошу поголосовать. Против. Один. Выдержавшиеся. Трое. Кто за проект решения в целом, прошу поголосовать. Против. Один. Продержавшийся. Трояль. Спасибо большое. Мы вас поздравляем, Геннадьевна. Спасибо. 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 Следующий вопрос. В об избрании господина Григорьевича Николая Николаевича на должность совместителя примара муниципи Р. Гэллс по вопросам управления муниципальной собственностью земельных отношений, архитектуры и строительства муниципального хозяйства заключение юридической пенсии. Комиссия по праву предлагает обновить данные проекты решения. Из предложения прямо включить номер письма ранее сказано 03-18 относительно нового муниципального. Спасибо. Вопросы? Не буду повторяться. Просто хотелось бы, чтобы записали по данному проекту решения аналогичные мои вопросы, которые были поданы по предыдущему проекту. И второе. Я уже устал. Не знаю. Специально у меня на экран включает микрофон. Поверьте, не входит к лиминации к вашему отношению. Не знаю. Сейчас слышно? Нет? Не слышно. Говорите. Сгорело. И второй вопрос. Я хочу записать протокол о том, что я буду против проголосовать, потому что считаю, что данный проект противоречен закону. Не будет соблюдена противоречия. Спасибо. Еще вопросы по проекту решения. Вопросы к будущему кандидату. Госпожа Патришева. Можно вопрос или нет? А вы будете контрсегнировать это решение? У меня как бы есть в запасе 5 дней на исправление ошибок, 5 дней на корпус. Поэтому нет. Значит, оно не вступит силу завтра. На выходные стоит. Сергей Геркин, для вас здесь сделает свой ответ. Правильно. Для меня? Это не для меня, для Шмольского нужно сделать. Для вас, потому что вы на юридическом управлении очень хорошо ответили на все ваши поставленные вопросы. То есть, я думаю, кто пишет, тогда нет. Я бы сказал свое мнение. Пожалуйста, еще вопросы. У меня вопросы к господину Григорьевичу. Кандидата. Да, кандидата. Выходите на трибуну, Николай Николаевич. Да, господин Гордан, вас слушаю. Спасибо. Пожалуйста, как раз у вас ответит вопрос со знанием языка. Это первый вопрос. И как вы собираетесь работать? Потому что у вас будет очень много документов, связанных с рассмотрением. Писать надо резолюции по ним и так далее. Значит, вы должны знать, о чем речь. Большинство документов приходят на государственные языки. Да. Все документы приходят на государственные языки. Ну, я не встречал. Будучи три года рядом с Шереметом, когда я находился в его кабинете, были все документы на государственные языки. Значит, я занимаюсь сегодня усиленно изучением государственных языков. К тому больше я взял себе советника юриста со знанием государственных языков. Там есть первое время он будет находиться рядом с собой. И мы будем, я думаю, мы идем вместе. А то, что касается объясницы на государственных языках, мы с вами тоже друг друга поймем. Без каких-либо провокаций, каких-то вопросов. Какая у вас практика администрации? Я услышал ваш вопрос. Значит, я расскажу так. Практики, как мне задали на фракции вопрос, в коммунальных хозяйствах у меня нет. Но у меня есть практика военного типа. Значит, я, начиная с 1986 года и заканчивая в 1997 году, служил в войсках Советского Союза и Российских вооруженных сил. Я находился полностью на руководящих должностях. Закончил я свою службу в 1997 году в роли начальника службы десанта-штурмового батальона. Отдельно в 21-й день в Душенбе. Я думаю, я командовал, подо мной было тысяча человек, и я справлялся. Думаю, здесь я тоже справлюсь. Спасибо. Еще один вопрос. Да, прошу. Тем не менее, хотелось бы задать. В фейсбуке была опубликована короткая запись вашего разговора и обсуждения проекта решения по референдуму, где вы очень, ну, как сказать, смачно выражались нецензурными словами в присутствии женщин и так далее. Сказал. Будет ли так же это проходить на обратном совещании? Нет. Я извиняюсь, господи Инвертан, мне, конечно, очень смирно, что вы смотрите, будет так говорить, какую-то желтую прессу, занимаетесь какой-то, наверное, прослушкой. Вот я-то не слушал, но, походу, вы поставили, наверное, туда прослушку и слушали, что там происходит. Я, например, не знаю, что там происходило, кроме того, как голодовка. Нет, 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 это до голодовки. До голодовки? Вообще, первый раз слышу про то, чтобы обсуждался какой-то проект решения. Господин Нерзан, я знаю вас, вы порядочный человек, вы заниматься, знаете, из той отрасли, что я купил своей жене новую машину на голодовке, понимаете, желтая пресса. Ну, прекращайте. Надо говорить по факту, вы жюри. А это все... Я не смотрю. Ну, вы же так тоже в сети будете находиться. Дело в том, что об этом сказал лично господин Кчилак, что ему передал запись не по прослушке, а именно какой-то спальный советник. Вот на что я могу ответить. Я думаю, что господин Кчилак вводит вас в заблуждение, что ему дал какой-то спальный советник. И господин Кчилак отвечает на эти вопросы перед органами прокуратуры, следственных, откуда он взял эту запись. Кто поставил прослушку? Он туда поставил как бывший полицейский, ему сотрудники. Ну, я не в курсе этого. И, честно говоря, от ваших уст это звучит как-то некорректно. Господину Кчиле задайте вопрос господину Кчиле. Господин Вернард, я вас уважаю как юриста, уважаю как человек, уважаю как советника. Но то, что вы говорите со слов господина Кчилы, ну, вы ему и задайте эти вопросы. Господин Вернард, у меня вопрос. Вы за три года почти говорите про заседание. Про кого вы слышали, а господин Вернард, что это будет допускать институтную вопрос? А кто задает вопрос? Я здесь свой вопрос, я вам отвечаю по поводу этого. Вы хоть раз слышали? Вы мне вопрос задаете. Почти задаются господину Кадеми. Будет считать, что это не так. Боже, уважаемые коллеги. Боже, уважаемые коллеги. Питатель Николаевич, давайте мы ее прекрасно и шелтые прессы говорите в этих выражениях, там, марк, не марк. Наверное, вы тоже, господин Вернард, где вы там вот делитесь. Ну, если надо для дела, если надо для дела, я буду кулаком бить по столу, что будет слышно на втором этаже. В армии тоже есть такое, да? Правильно. Везде. Ну, вы же знаете, вы служили. Конечно. Господин Павловский. Господин Павловский. Вы сказали на фракции, ну не фракция, но куда-то сюда. И это было приятно. Пусть я на вопрос. Что вы собираетесь сделать с проблемой мусора в городе? У вас есть какие-то конкретные отношения? К сожалению, я ничего не слышал. Может быть, я не понял. Повторите еще раз. Что вы собираетесь в конкретном по факту? Как вы собираетесь в городе выводить? Господин Павловский. Я ответил вам наверху и отвечу сейчас. Мы собираемся работать и очистить город и мусор. Да, еще хочу, конечно, вопрос. А у вас, в случае, я буду голосовать в городе. Это ваше право, так как вы уходите на комиссии по финансам в течение двух лет. Я буду сейчас, наверное, не буду. Так и голосуйте будет. Ну, в прошлом содержании было. Да, ты смотри. Не им протокол, это было меньше года. И опять же, если вы считаете необходимым, кого-то впускать в городе. Пускать в сон, когда все будет управлять в городе. Давайте меня приправьте на эту полетницу. Наверное, программы никакой не существует. Вывода из кризиса города. Будем смотреть уже по горячим следам, что будет происходить. Как бельчане, я вам желаю, конечно, чтобы все у вас получилось, потому что мы ходим по этим улицам. Мы хотим, чтобы здесь было чисто. Но я от вас не услышал конкретной программы. Что вы собираетесь сделать? Просить, чтобы нас пустили на полигон. Ну, дальше что? Есть очень вопросы. Мы собираемся работать и продолжать то дело, которое начал наш мэр Игнат Усатов. Мы вам задали много вопросов до 2015 года, до которых не получили ни одного ответа. Начиная с кражи денег и заканчивая неумилым управлением города. Сегодня наш экзамен. Мы его сдаем. Господин Бучаев. Спасибо. Николай Павлович, здесь просто ставить эмоции в сторону. Эмоциями ничего не решим. И нашим коллегам в том числе, чтобы не были эмоции. Я хотел бы, может быть, тут одну составляющую. Выстость, исполняя обязанности вице-примара. Есть надежда на то, что двери вице-примара будут открыты для всех. И для решения тех проблем и вопросов, которые есть сегодня в городе, они будут, они есть, они были и так далее. Будут ли все-таки услышаны голоса и советников, и специалистов, которые рядом с вами, которых вы, не знаю, захотите ли что-ли пригласить для работы, которые работают в каких-то группах, работают в каких-то комиссиях. Это первое. Ну и второе, конечно, от всей души в полном смысле слова. Я говорил, в своем случае, Шереметову Негодовичу. И вам говорю о том, что труд вице-примара в муниципальном хозяйстве, экологии, это тяжелый труд, это емкий труд, это море проблем в городе. И почему я знаю, это каждый, это какие проблемы, какой труд. Это с 7 утра до 10 до 11 ночи, сидеть рассматривать, вы можете принимать решения, и так далее, и так далее. Оно вас все ждет. Я вам хочу пожелать просто удачи в этом, конечно же, здоровья. И первое, то, что я стендировал внимание в первой половине своей, выступления своего, хочу, чтобы вы имели хорошую поддержку ваших коллег, и не коллег в том числе, если вы решаете нужным, и пригласите себе. Спасибо. Вам огромное спасибо. Павел Алексеевич, значит, двери всегда, что кабинетов так будет, вице-примарей, всегда открыты для любого из советников, также для любого работника примарей. Если вы заметили, когда идет прием граждан, наверное, я сижу там больше всех, до пяти часов, принимаю людей, и думаю, что люди в городе меня тоже поддерживают, они мне много доверяют. Спасибо. Еще вопросы есть? Предлагаю переступить в процессы голосования. Выносим на голосование проекта решения как основу. Кто за данный проект решения как основу? Прошу проголосовать. Против. Двое. Раздержавшихся. Один. Голосуем за внесение изменений в преамбулу проекта решения. Кто за данные изменения, прошу проголосовать. Против. Двое. Раздержавшихся. Один. Голосуем за проект решения в целом. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Против. Двое. Раздержавшихся. Один. Николай Николаевич, наше сердечное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы не отделитесь от нас, а будете дальше нам помогать, консультировать. Мы вместе пойдем дальше. Большое спасибо, что вы были с нами в одной команде. Мы три года это доказали и продолжали. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий вопрос нашей повестки дня. Об утверждении детского обращения важных балансов и правительства Республики Моладова. Садея в ее решении вопроса санитарной очистки милиции Пятого. Заключение специализированной комиссии. Сначала заключение. Комиссия по правилам предлагается в пуске ответы. Спасибо. Слышно? Да, есть. Знаете, сейчас, когда я слышала о некоторых из наших коллег, мне очень, наверное, и обидно, и неприятно, что некоторые наши советники говорят, что примария должна решать вопрос, который творится сейчас у нас в городе. не только примария, а муниципальные советы. Потому что муниципальному совету, благодаря наш город Бельце, оказался в такой ситуации. И не надо быть пассивными такими советниками. Потому что ваше равнодушие больше убивает, чем действия, которые вы будете делать во имя города и на благо наших жителей. Позвольте мне, от имени Совета, не подготовили обращение на имя парламента и правительства. Муниципаль Бельце, с целью, с целью, с целью, Он был построен в международном муниципе Белц, и он был предоставлен в дешевле солиды, коллективы по территории Муниципи Белц. На момент, в этот полигон, он является визитом Агенту Экономик Салубрит и Солушен. По дизизиции Муниципал Белц, в 27 септембре 2012, он был открыт контракт для партнерия публика-приптов, с террой Салубритет, для распространения в дешевле для собрания и транспортного муниципа Белц. Далее, в дизизиции Муниципал Белц, в 31 июля 2014, этот дизизиция был создан по Салубритет Солушен, по дизизиции Муниципал Белц, в 01 июля 2014. В амор 2017, в сезиции Муниципал Белц, в 2017, он емис вэнкалкарти фрегвенти о кондициилах contractualе. В амор 15 дзембре 2017, а сестат унилата рал активitateа, администрация публика-публика-локал, фиент вневойта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слово другому меня перебивает. Почему? А вы предлагаете председателю все еще? Я попросил слово, мне предоставили его. У меня есть вопросы по проекту решения этого письма. По поводу вчерашней комиссии, заседания комиссии по чрезвычайной ситуации. Я тоже смотрел заседание этой комиссии. И там задавали члены комиссии вопрос, о какой ситуации в чрезвычайной идет речь. Там есть определенные критерии, когда эта ситуация чрезвычайна. И оно не чрезвычайна, потому что это конфликт между двумя экономическими агентами. Между ДСАУ и между Солупель и Солушку. Понимаете? И никакого решения не было принято на той комиссии. Нет протокола, нет решения такого лица. Я не могу сказать, что было заседание тогда. Поэтому прошу все-таки вот эти слова, шантаж из Туркарии, убрать, чтобы и тот был проголосоват. Иначе меня обвинят, что я шлепещу на экономическое агент. Берет предоставление каких-либо документов. Леонид Иванович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Ильич. Вчера была четкая формулировка вопроса о предотвращении кризисной ситуации. И она была сделана на основании сессии залии комиссии по чрезвычайной ситуации господина Бондарюка. И именно по его сессии залии мы и собрали эту комиссию. Потому что он назвал, что постоянный мониторинг ведется. Представил 13 адресов, где там загружено, где что-то не сделано и так далее. Мы собрали эту комиссию для того, чтобы предотвратить кризисную ситуацию. То, что вы говорите, что нет этого протокола, значит ввел протокол начальник службы воинского учета господин Денадий Буцу. Он был секретарем этой комиссии и он сейчас оформляет этот протокол. Может он уже и готов. Поэтому решение было признать, что действительно мы можем оказаться в критической ситуации. Поэтому для этого надо будет дополнительные средства. Для этого надо будет организовать работу ДФСУ, как положено. Там был сказан, менеджмент предприятия. Для того, чтобы население незамедлительно получало финансы. Для того, чтобы шли платежи. Для того, чтобы можно было содержать и саму организацию, и вывозку мусора, складирование, и само предприятие поддержать. Вот ситуация. О предотвращении. Это не шла мне ничего, как критическая ситуация. А о предотвращении. То есть мы должны предвидеть и предпринять все меры, для того, чтобы не допустить ее. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Тогда если вы, давайте, вы, что пишут вместо шантажа. Если вы считаете, что это не шантаж, что они закрывают полигон, пока мы не перечислим определенную сумму. Наперед. Давайте определимся, вместо шантажа, что мы можем написать? Ваши просьбы? Или что? Или на ваши... Могу сейчас вам сказать, например. Так давайте мы... Я готова. Я третья доля. Хорошо. Вы не согласны. Давайте предлагать. Я сказала убрать. Убрать и что? Что написать? Вы знаете, можно мне репутировать? И я вам ее не поддерживаю. Честно. Если вы не поддерживаете. Можно у вас возбуждать, собрание председательства вообще. Валерий Иванович, вы извините, но когда говорится слово шантаж, у него есть прямое и непосредственное значение. И каждый из живущих в нашем городе видит и понимает, что это действительно шантаж, на который пошли определенные структуры для того, чтобы сбить автономку в городе, для того, чтобы наши горожане, извините, находились в том, чем они сейчас находятся. И не нужно искать другие слова и заменять другими словами. Потому что суть ли равно одна, которую все понимают. Здесь нельзя речь. Здесь нельзя, чтобы они обладают за оказывающие услуги и деньги. Но не знаю, у вас договоры. Успорваны. Нет. Успорваны. Значит, есть терпензионные процедуры. Но это не шантаж. И, конец одно, нужно направить претензию. Спросил, было что-либо обжалован. До сих пор не было. А уже это вопрос тянется с декабря месяца. С 15 декабря. И ничего не было принято. Принято. У меня есть предложение, если я вам отрежу, то вам бы эти слова. Нужно их в некобычках взять. И как раз с филологической точки зрения уменьшить вашу коммутацию негатива. Ну, быть эти же слова просто умерили. И менять. Ничего. Хорошо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопрос, который, исходя от того, что мы с этой жизнью занимаемся, вид предоплаты от 1-го договора. Это так, на всякий случай. А вот что касается слова, заменения, не желание экономического агента найти взаимопонимание своим партнерам. Можно. Тебя предложить. Спасибо. Я извиняюсь. Да, спасибо. Вы все говорите, а есть какая-нибудь альтернатива у нас? Вот, и господин Ярдан говорит, и говорит, что мы с ним в участке, что так некрасиво говорят. Покажите альтернативу. Куда мы можем на данный момент экспортировать данный мусор, и мы будем так красиво разговаривать, когда вы и шокотов. Но это не означает, что мы должны переходить на люксикон. Можно сказать, что вынуждают. Можно слово вынуждают. Не шокотажируют, а вынуждают. Можно. Хорошо? Можно. Согласны? Да. Я думаю, что да. Вынуждают согласны? Хорошо. Давайте по эскоркам, да? И ну, и носы. И эскоркирии. Эскорки азо оставим ножку? Нет, это же не... Это нормальное ворачивание? Эскоркование. Это не эскоркирии. Остаялась она. Эскорки и Дебан, Наталья. Нет, нет. У тебя стоит артикул финал? Эскорки и Дебан. Слушай, я не сделал хороший выгод. Капочка. Я дури. И все. Эскорки и Дебан? Да. Нет. 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 Ну, давайте это все-то не зануждают. Они что-то жируют. Да. Да. Я хотел бы сказать, значит, что в данный момент второй день продолжаются переговоры с этим экономическим агентством. Значит, пока мы с моим пониманием находим, они взяли пауку для консультации в Кишиневе. Значит, сегодня еще нам не отзванивали. То есть утром они опять закрыли полигон, потому что им заблокировали счета. Значит, до вечера мы должны присозвониться. Но еще время у нас есть. Значит, и продолжим переговоры наши, старее всего, или сегодня вечером, или в неделе. Я думаю, что мы найдем общий язык с ними. Но вы сами поймите, к чему мои коллеги говорили, господин Нерта. К тому, что нельзя работать в таком режиме так много. Понимаете? И что это еще? Нет у нас сегодня пока есть, будем говорить, базовых документов, потому что в пятницу они расторгали договор в односторонном порядке. Денег они предоставили, чтобы наши муниципальные предприятия подписали только соглашение, а предлагайте 100%. В старом переводе этого не было сказано. Но только соглашение предоставили к тому, как урок готовить ростов и в пятницу, принять в случае человечества в парк служебных. Один договор был односторонним порядком ростове, а второй сделали должное движение под 20-100%. Но какие предприятия, как ЖКХ, Белый, естественно, справятся? Ну, можно добавить, потому что там маленькие счета, но такие предприятия, как Игорь Слова, сегодня в физическом состоянии справиться с этим. В связи с тем, что должна быть какая-то стратегия выработана. Не то, что сегодня позвонили за 100-100 тысяч, сегодня позвонили, дайте 100 тысяч, позвонили, дайте 200, дайте 316. Ну, вы понимаете, это же не резиновая бочка, что мы тянем, тянем, тянем. Вот поэтому, когда говорили, что помогаете советникам, она обращалась и к вам в том числе, чтобы вы включались в работу, и договоры вставали в футболе, 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 как-то еще действовали практически в этом направлении. Спасибо. Еще вопросы? Господин Мичак. Поскольку вымогать деньги, финансы, существа и гражданства, это одна из формы договора предоплата. Может быть, поставить слово требует денег? Вымогать требует, это разные вещи. Требует. Разве я основу, это предложение, я не знаю. Ставим на голосование проект обращения как основу. Кто за данный проект обращения как основу, прошу голосовать. Против, воздержавшимся, единогласно. Ставим на голосование предложение отнести корректировки в текст. Заменить слово... Шантаж? Точнее, выключить слово «шантаж» в кавычки. Заменить так. Нет. Заменить так. Заменить слово вынуждали. Кто за данные изменения, прошу проголосовать. Против, воздержавшимся, единогласно. Голосуем за проект обращения в целом. Кто за? Слова их 100-кары мы не исключили? Исключили. Скажу. Значит, еще раз. Голосуем за проект обращения в целом. Кто за? Против, воздержавшимся, единогласно. Переходим к заключительному вопросу победки дня. Вопросы и запросы совета. Уважаемые советники, на протяжении последних двух недель порядка девяти органов местного публичного управления, речь идет о поселковых советах, выступили и подписали так называемые декларации об объединении. Мы, наверное, от имени жителей муниципиа Беллс, которые проголосовали за нас и доверили нам власть в этом городе, должны высказаться по этому вопросу. Поэтому предлагаю следующий текст декларации. Декларация об осуждении антигосударственных действий ряда органов местного публичного управления. Мы, советники совета муниципи Беллс, выражаем возмущение принятием отдельными местными советами так называемых деклараций об объединении. Эти антиконституционные и противозаконные декларации преследуют цель упразднения государственности Республики Молдова путем ее слияния с Румынией. Данные акции являются частью беспрецедентной пропагандистской кампании, развернутой антигосударственными так называемыми унионистскими силами на территории нашей страны, особенно в течение последнего месяца. Эта антимолдавская кампания проводится открыто и беспрепятственно в государственных учреждениях на территории Республики Молдова. В первую очередь это касается учебных учреждений, школ, колледжей, университетов, в которых по закону запрещены любые политические действия. Особую тревогу вызывает цинизм, с которым в этой кампании принимают участие ряд политиков из Румынии. Преступным деянием такого рода в рамках данной кампании стала недавняя попытка сжечь государственный флаг нашей страны, вывешенный внутри триумфальной арки на площади Великого национального собрания. Осуждаем отсутствие ответной реакции на эти преступные действия со стороны уполномоченных государственных органов и ведомств, чьи прямые обязанности входят защита Конституции страны, охрана безопасности государства и общества, а также обеспечение правопорядка в стране. Мы категорически осуждаем незаконные действия отдельных примаров и представителей местных советов некоторых населенных пунктов, а также безразличие, халатность или даже злой умысел со стороны СИБА и МВД. Генеральной прокуратуры и иных ведомств, в обязанность которых входит пресечение подобных действий. Отмечаем, что лица, совершающие подобные деяния, грубо нарушают статьи 32, 41, 54 Конституции Республики Молдова, статью 8 Закона о правительстве, статьи 1, 4, 7, 17 Закона о службе информации и безопасности. В любой стране мира, в том числе в Румынии, подобные действия влекут за собой самое суровое наказание. Призываем парламент Республики Молдова, правительство и указанные ведомства в кратчайшие сроки отреагировать на это беззаконие и запустить процедуру привлечения к ответственности всех виновных в совершении данных антигосударственных антиконституционных действий. Требуем привлечь к ответственности представителей органов безопасности и правопорядка за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Обращаемся ко всем политическим партиям страны с призывом осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией, с законодательством Республики Молдова и демократическими нормами. Призываем граждан страны и жителей муниципия Белс проявить себя как истинные патриоты, осознающие ответственность за судьбу государства, завещанного нам нашими предками. Только в независимом, суверенном и целостном государстве может сохраниться наш народ как единая и самобытная общность. Я хочу выразить благодарность тем советникам, которые уже подписали текст этой декларации. Хочу также обратить внимание, что несмотря на то, что мы представляем различные политические партии, вот то, что мы, представляя различные политические партии, подписали эту декларацию, это говорит о том, что мы умеем объединяться тогда, когда это надо. Спасибо вам. И если мы, как говорили ранее в начале заседания, Ирина Мирчевна, что механизм рассмотрения процедуры моего обращения к следующему заседанию совета уже запущен, давайте будем последовательными, выполним все эти юридические нормы и включим в следующее заседание повестки дня этот вопрос. И кроме декларации мы от имени совета примем соответствующее решение. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Который прилегает к школе номера Гоголя, Гоголя Шультеатра. И вот там, когда происходят большие массовые мероприятия, и даже когда они не происходят, постоянно создался такой своеобразный туалет, да, незаконный, иногда приносит все-таки эти вилотуалеты. И там происходит такая ситуация, что очень плохой запах и так далее. Они обращались уже к вице-примару Шеремея по поводу получения такого разрешения, чтобы они были устроены. За свой счет они хотят благоустроить. Я почему, что когда мы утверждали бюджет, господин Шеремея даже сказал, когда я предлагал, что вот там надо установить там площадку, там площадку. Хотелось бы, чтобы и жильцы тоже какой-то вклад вносили. Вот сейчас они обратились, их согласно самим, без бюджетных средств, чтобы им выделили этот, например, участок для вклад в область устройства, чтобы могли они там установить клуб, какой-то заботчик, небольшой, невысокий, красивый, декоративный, чтобы туда не ходили, не испражнялись, извините за выражение, но это так. Потому что летом особенно, это, эти запахи очень, ну, они не могут говорить, не окна и так далее. Поэтому этот запрос я направлю, передам через секретаря совета. Можно я сразу отмечу? Значит, я разбирался с этой ситуацией в 2007-2003-м, значит, данный двор обращался к нему, да, было обращение. Значит, он тогда ответил, что, насколько мне не извиняет память, что, ну, это вот этот двор, насколько я понимаю, да, значит, что там, ну, дальше, там ассоциация жильцов, значит, что они за свои средства должны там все это делать. Но, сегодня я говорю, пускай они уже обратятся через архитектуру, мы отреагируем и выговорим там, вот этот двор. Ну, пускай сделают обращение через архитектуру, как это положено. Ну, я уже направил, я направил к вам, нужно ответить, и как вы поступите, хорошо? Хорошо. Второй вопрос к директору ЖКХ, госпожа Парасханова. Ко мне обратились жильцы дома по улице Индепенденции, 6, квартира 17, по вопросу плохой квартирки подъезда. Прошу все-таки, чтобы руководитель предприятия обратил внимание на мастерам, да, и по этому участку, чтобы все-таки условно происходило в соответствии с нормами, с требами. И еще один вопрос по поводу ремонта крыши на местами общего пользования. Также само по Индепенденции ЖКХ обратилось два человека по поводу того, чтобы пропитать крышу, и там уже один раз штукатурка обвалилась. У меня аналогичная была ситуация, пошли по шалмаре 37. Красава она обвалилась в утреннее время, то есть до того, как люди начали выходить. Но штукатурка идет очень просто, где-то около почти 10 сантиметров. Вот эти вот запросы у меня. Спасибо. Еще запросы советника 3. Здесь я сегодня задал вопрос по фракциям, по сознанию, и вообще, что у нас происходит, и в связи с тем, что не все документы упорядочены так, как нужно. Пожалуйста, в соответствии с законом 457-го, подтверждение цифрового положения по образованию и функционированию местных районных советов, согласно оптимику 3, после закона образования местного совета советники создают фракции. Фракции создаются из числа не более трех советников. Как правило, фракции у нас не менее трех советников. Как правило, на первом учребительном заседании совет. Павел Ксенчев, я попросила вас, чтобы они ушли. Создание фракции протоколируется, протоколы и декларации о создании фракции передаются председателю, стоящему на заседании, который дальше же прикладывается к протоколу заседания совета. Советники от партий общественных политических организаций и избирательных блоков, не набравшись необходимого количества для создания фракции, а также независимые советники, могут объединиться для создания фракции и присоединиться к другим фракциям. Но созданные фракции избирать руководящие органы и об этом не информировать. Поэтому, пожалуйста, приведите в соответствии ваши все документы, определитесь, кто есть как, чтобы мы это поставили на официальной странице, чтобы у нас был порядок, чтобы мы стали дальше конфлинировать нашу работу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... О закрытии заседания Муниципального Совета. Кто за? Против, задержавшись. Единогласно. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...